Никаких больше билетов и ночной зубрежки конспектов. В скором времени знания выпускников будут оценивать на практике. Диплом они получат не за теорию, а за качественно выполненную работу. Среди тех, кому предстоит этот экзамен, есть и Михаил Воронцов. И для него работа у фрезерного станка тоже важнее студирования билетов. Но если ты выбрал именно эту профессию, то тебе должно быть интересно именно занятие на станках. Что именно сделать. И проектирование мастерками. В этом году демонстрационный экзамен пройдет в Самарской области в июне. По семи специальностям. Это часть проекта WorldSkills России, у которого уже есть неофициальное название. Олимпиада для пролетариата. Конкурс проходит уже шесть лет с подачи президента Владимира Путина. В Самарском регионе его поддерживают областные власти и лично губернатор Николай Меркушкин. В этом году за счет средств областного бюджета были куплены станки. Дело в том, что демонстрационный экзамен более объективен в оценке профессионализма наших выпускников. Чтобы период адаптации на рабочем месте сократить, мы должны как раз на демонстрационном экзамене определить тот уровень квалификации рабочего, который необходим на сегодняшний день предприятию. В перспективе региональное министерство образования планирует полностью уйти от письменных и устных экзаменов и перейти только на практическую аттестацию. Мы сегодня говорим вообще о переходе от сегодняшней действующей стандартной формы проведения процедуры итоговой государственной аттестации в формат демонстрационного экзамена. И, наверное, понять, где недорабатывают учреждения профессионального образования. Плюсы для самих выпускников от демонстрационного экзамена вполне очевидны. Это не только практика, но и возможность получить предложение от трудоустройств и от ведущих предприятий региона. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов. События.